В эфире телеканала Бобруйск 360. Итоги недели. С вами Мария Бересневич. Здравствуйте. Все самое интересное за последние 7 дней глазами наших корреспондентов. И вот о чем расскажем сегодня. Наверстать упущенное и сделать работу над ошибками. В городе подвели итоги 19-го и поставили цели на 20-й. Профессия помогать людям. Я благороду, что есть такая организация. Сегодня в стране отмечается День работников социальной защиты. Лучшее в своем деле. Доминика Пантелеева стала участницей президентской елки. Расскажем, за какие заслуги. Символ 2020 по Бобруйске. Покажем, как выглядит главный питомец нового года. С любовью к детям. Поздравить детей с праздником. Хоккейный клуб Бобруйск посетил детский социальный приют. Также в итогах недели. Новые тарифы на ЖКУ, минималка со знаком «плюс» и досрочный семейный капитал. Какие изменения еще принес 2020 год? И плюс 19 в январе. Жители Норвегии ходят по улицам в майках. Спрос каждого руководителя. В Бобруйске обсудили итоги социально-экономического развития за 2019-й и поставили задачи на 20-й. Экспорт товаров и услуг, привлечение прямых иностранных инвестиций, трудоустройство, на вновь созданные рабочие места и розничный товарооборот. Это и многое другое на неделе обсуждали представители власти совместно с директорами организаций города. Какие задачи предстоит решить в новом году и на что будет распределен бюджет? Смотрите прямо сейчас. На 2020-й перед городом стоят четкие задачи. При этом ключевые показатели – экспорт товаров и услуг, привлечение прямых иностранных инвестиций и трудоустройство жителей на вновь созданные рабочие места. По планам, вакансии появятся в новых торговых центрах, которые строят в авиагородке и на Минской, а также в детском саду в 7-м микрорайоне и автоцентре на проспекте Георгиевском. Только за счет создания новых предприятий и производств. Задача на 20-й – трудоустроить 1300 человек. Основа его достижения – это прием на работу на предприятия, созданные в 2019 году, а также на те предприятия, которые будут зарегистрированы в городе в 2020 году. На сегодня зарегистрировано 108 новых предприятий на уровне прошлого года. Целый ряд предприятий планируют набор в 2020 году в сфере торговли, общественного питания, производства различных видов услуг. Планируется также и открытие 110 новых коммерческих организаций. Большинство из них напрямую касаются сферы услуг. Кроме того, предусматривается создание новых рабочих мест и на действующих предприятиях. Среди них и ковер-проба, бруська «Громаш», красный пищевик, мясокомбинат и завод КПД. Важнейшим индикатором по-прежнему остается уровень оплаты труда. По городу отмечают специалисты с января по ноябрь. Зарплата жителей выросла на 106 рублей. В текущем году по оценке нам не удалось выйти на запланированный уровень заработной платы в 943,9 рубля по оценке 873,5. Задание на 2020 год по уровню заработной платы по городу определено на уровне 1000. Этот показатель заложен и в комплексный план ускоренного развития города Бобруська. В целом же для руководителей организации 2020 год будет напряженным и нелегким. Однако все показатели должны быть выполнены. Председатель горисполкома Александр Студнев акцентировал – все имеющиеся ресурсы для достижения поставленных целей необходимо задействовать. Есть задачи, ее нужно выполнять. И других целей ни у кого не должно быть. Кто не с нами, тот пускай в 2020 году думает, что он будет дальше делать. Это касается руководителей вас. Задачи поставлены. Теперь необходимо работать над их выполнением. И уже с 1 января, чтобы не откладывать главное в долгий ящик. Ведь 2020 – последний год пятилетки. Потому именно сейчас стоит наверстать упущенное и сделать работу над ошибками. Задание на 2020 год предварительно было 103.1. Уже сейчас цифра 103.4. Это цифра чрезвычайно напряженная. Но вместе с тем, опять же, председателем облсполкома, и на заседании это было четко сказано, ставится задача превысить эту планку. Ведь наша с вами работа всей области за 4 года, она, к сожалению, не дает нам повода для какой-то самоуспокойности. На внеочередной сессии Городского совета депутатов также был принят основной документ на этот год – бюджет. Самый важный элемент – социальная направленность. Акцент на оплату труда. Также руководству и предприятиям города необходимо сохранить и увеличить финансовую составляющую документа, повысить качество жизни населения и обеспечить заработную плату бюджетников не ниже 80% в целом от показателей по стране. Это основные аспекты расходной части главного проекта 2020-го, которое составляет 279,5 миллионов рублей. Более 60% занимают расходы на заработную плату с начислениями, которые предусмотрены с ростом на 14,6% к уровню 2019 года. Как и в предыдущие годы, самый значительный вес в бюджете сохраняет здравоохранение – более 37%. За ним же идет образование – 36% пункта. Мария Бересневич, Максим Кембель, Андрей Богдан, Максим Галеонко. Итоги недели. Новый год принес белорусам весомый список изменений. Одно из главных касается оплаты за некоторые коммунальные услуги. Теперь ее будут рассчитывать не по количеству прописанных в квартире человек, а по ее площади. Что еще стоит знать о нововведениях – смотрите далее. При усыновлении третьего и последующих детей смогут рассчитывать на получение 22,5 тысячи рублей. На пять лет продлена и сама программа. С января изменилась схема, по которой рассчитывается зарплата. Тарифная ставка первого разряда заменена на базовую. Вместе с этим 27-ти тарифную сетку заменили на 18-ти разрядную. Также вырос и пенсионный возраст. Для мужчин он теперь 62 года, для женщин – 57 лет. Увеличился и минимальный страховой стаж, который нужен для получения пенсии. Для всех он теперь равен 17,5 годам. С 2020 года выросла минималка до 375 рублей вместо 330 в 2019. Стала больше и базовая величина. С 25,5 рубля до 27. От этого параметра зависят, как и многие выплаты, например, пособия по уходу за ребенком или стипендии студентам, так и штрафы. К слову, о наказании рублем за нарушение. Теперь неоплаченный вовремя штраф будет замораживаться на счете, как зарплатном или валютном, так и банковском вкладе. И может быть списан без согласия должника. Жировки же изменятся несущественно. Рост цен для типовой двушки, в которой живет семья из трех человек, не должен превысить 5 долларов в эквиваленте. При этом выросли цены на газо, электро и водоснабжение. Точные цифры отличаются в разных регионах. Однако тех, для кого тарифы все же окажутся неподъемными, подстрахует государство. Если у гражданина или семьи сумма коммунальных платежей превысит 20% дохода в городе или 15% в сельской местности, то они получат безналичные субсидии. Вести крупную покупку из-за границы стало дешевле. Понятие «неделимый товар» больше не применяется. Напомним, это вещи личного пользования весом более 35 килограммов, которые невозможно разделить. Например, бытовая техника. Ранее пошлину необходимо было платить за полный вес товара. Но с начала года она рассчитывается только за превышение стоимости или веса. Прийти на помощь 5 января свой профессиональный праздник отмечают работники социальной службы. Те люди, которые делают нужную и важную работу, не просто помогают подопечным по хозяйству, а словом и советом дарят им уверенность в завтрашнем дне. Социальная защита жизненно необходима многодетным семьям, малообеспеченным людям, сиротам, ветеранам, инвалидам, старикам и тяжелобольным. Детские дома, интернаты, приюты и реабилитационные центры – все это забота соцработников. О буднях людей благородной профессии расскажет Людмила Любимцева. Вот уже три года соцработник Елена Добровольская приходит в этот дом Полынькова, где проживает ее подопечная Галина Карповна. В руках пакет с продуктами, который она купила по просьбе женщины. К ней она заглядывает четыре раза в неделю. Кроме доставки провизий, медикаментов, в ее обязанности входит уборка квартиры, помощь в приготовлении еды, оплате коммуналки и, конечно же, беседа, которая так важна пожилым людям. Нужна и помощь любая, даже человека просто покупать. Ну, общение все-таки. И ношу радость людям в таком возрасте. То есть и им хорошо, и мне нравится эта служба. Поэтому большая часть общения. В социальной сфере Елена трудится шестой год. Пришла сюда после того, как отработала 22 года швеей на славянке. Захотела что-то изменить в своей жизни. И не прогадала. Женщина ощущает себя на своем месте. Ей нравится быть полезной людям и получать благодарность. В данный момент у меня 12 человек на обслуживание. Кто-то один раз в неделю, кто-то каждый день, кто-то два раза, кто-то три раза в неделю. Поэтому все нуждаются. Каждый человек по-разному. Каждый свой характер. С каждым интересно. 82-летняя Галина Еремина в своей соцработнице души не чает. Относится к ней с большим трепетом и теплом. Всегда ждет Елену с нетерпением и радуется ее приходу. За эти годы она стала для нее близким человеком, который всегда поддержит и поможет в любой ситуации, выслушает и не оставит без внимания. Я так довольна и так рада. Я благообладаю, что есть такая организация, что есть таким, как я, людям помощь, что есть кому обратиться. Она мне и счетчики, я их не понимаю. Она мне и квартиру оплатит, она и в аптеку сбегает. Несколько лет назад Галина Карповна перенесла заболевание, после чего ей стало трудно обслуживать себя самостоятельно. Вот и обратилась в Центр соцзащиты населения Первомайского района с просьбой прислать ей помощницу. У женщины непростая судьба. Она узница концлагеря Азаричи, а в детстве два года не ходила в школу из-за того, что была парализована. Врачи сказали, это последствия того, что ей пришлось пережить. Но она смогла восстановиться. Каждый суставчик был опухший, и я не ходила. Меня Мересевым называли. Тогда кино такое было, как Мересевым. Вот меня и в школе называли. Что мама только не делала, и что она мне только не варила. И зайцев я ела, и ежиков я ела. Она все делала, что люди говорили. Все, все, травами всякими, все. Ну и поднялась еще, плясала как. Галина Еремина всю жизнь проработала медсестрой. Трудилась в хирургии, а также в детской поликлинике и саду. 28 лет назад она потеряла мужа, которого очень любила. Теперь всю свою заботу отдает сыну, невестке и внучке. К слову, в Первомайском районе на надобном обслуживании находится 345 человек. Это пенсионеры в возрасте 60+, а также инвалиды первой и второй группы. Это возможность проживать в привычных домашних условиях. Потому что людям в таком возрасте очень сложно менять место проживания. А так они проживают у себя дома и у них помощь человек, который им помогает. Нужно отметить, что стать на учет в Центр соцобслуживания могут все желающие, независимо от того, есть ли у них дети или нет. Это отличная возможность для тех, кто нуждается в помощи, облегчить свою жизнь и ощутить настоящую заботу и поддержку. Людмила Любинцева, Владимир Гребеневич. Итоги недели. Доминика Пантелеева, маленькая бобрючанка с большим будущим. Это имя знают как и у нас в стране, так и далеко за ее пределами. Восьмилетняя девочка к своим годам уже успела победить и на чемпионате мира по модельному фитнесу и выиграть телевизионный проект «Таллент Краины». На заюне «Легкий труд» Доминика была приглашена на главное новогоднее представление. Президентскую елку с юной звездочкой познакомился Максим Кембель. Чемпионка мира по модельному фитнесу, победительница проекта «Таллент Краины» и призерка различных республиканских и международных соревнований. Это только малая часть достижений нашей юной землячки Доминики Пантелеевой. Свои восемь девочка успевает учиться на отлично, заниматься плаванием и шахматами. Маленькую бобручанку с большим будущим высоко ценит и руководство 18-й школы. Совсем недавно Доминика посетила главное новогоднее представление – президентскую елку. Девочка смотрела выступления в компании заместителя премьер-министра страны и министра образования. Да и до главы государства было рукой подать. Артистка гордая своим нарядом, в котором отправилась в столицу. Потому что я очень титулованная, меня отправили от школы. Меня пересадили от всех, потому что у меня был красивый наряд. Вот не просто кофта с штанами, а именно платье королевы. На вопрос, какая награда самая важная, Доминика отвечает, что все они дороги и значимы. А их у девочки, только вслушайтесь, более ста. Конечно, без крепкой поддержки не было бы, наверное, таких результатов. Мама и папа всегда рядом. Но поездка на президентскую елку – это и большая радость, и высокая честь. За далеко не детский труд. В таком маленьком возрасте действительно туда очень сложно попасть. И когда директор школы сказал, что Доминика едет уже окончательно, то есть, конечно, для нас было большим новогодним сюрпризом. Быстренько собрали наряд, платье, корону и отправили ребенка. Но чтобы на сцене все выглядело четко и легко, Доминика полностью отдается тренировочному процессу. Шпагаты, сальто и поддержки. Стопроцентная концентрация. Новый год для Доминики – это и новый вызов. 2020-й будет еще больше насыщенным на соревнования. Так что пожелаем нашей талантливой землячке новых побед и достижений. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. Пока в Норвегии зимой отмечают лето, Голландия официально прекратила свое существование. Что еще произошло в мире за неделю? Подробности в нашем традиционном дайджесте. Полтора миллиона билетов аннулировали во Франции из-за забастовок железнодорожников. Такие цифры опубликовало Национальное общество железных дорог страны. С начала декабря люди ежедневно сдавали более полусотни тысяч квитков как на высокоскоростные поезда, так и на пригородные электрички. Убытки превысили 400 миллионов евро. Серия забастовок, напомним, началась по инициативе профсоюзов в знак протеста против пенсионной реформы. Сейчас демонстранты угрожают заблокировать нефтеперерабатывающие заводы и спровоцировать нехватку топлива в стране. Голландия прекратила существование. Речь идет об отказе от данного названия. Теперь это только Нидерланды. При этом реформа с переименованием обойдется госбюджету в крупную сумму 200 тысяч евро. Национальный ребрендинг, который поддержали лидеры бизнеса, Совет по туризму и Центральное правительство призван не только избавить страну от образа места, связанного с проституцией и наркотиками, но и перераспределить туристические потоки. Активно использовать названия Нидерланды будут во время Олимпийских игр в Токио и на конкурсе Евровидения в Роттердаме. Папа римский Франциск попросил прощения за то, что оттолкнул женщину, которая не хотела отпускать его руку. Инцидент произошел на площади Святого Петра, когда понтифик общался с людьми. Одна из женщин резко схватила его за руку и не отпускала. Не ожидавший этого Франциск чуть не потерял равновесие. Он ударил по руке паломницу. Все произошло довольно быстро. Кадры попали в сеть и вызвали бурное обсуждение. Цитата. «Любовь делает тебя терпеливым, но иногда мы теряем терпение. Такое случается и со мной. Прошу прощения за плохой пример», отметил Папа Римский. Во время своей проповеди в Ватикане он осудил насилие в отношении женщин. Любая его форма является богохульством, подчеркнул понтифик. В Норвегии наступило лето. В деревне Сундалсора воздух прогрелся до плюс 19 градусов. По словам метеорологов, так тепло в январе в королевстве не было. За все время наблюдений люди выходят на улицы в майках, а самые отважные идут купаться во фьордах. Повышение температуры связывают с сильным теплым и сухим ветром, который дует с гор в долину. У акции «Наши дети» новые адреса. Представители городской власти, бизнесмены, обычные граждане и спортсмены. Все неравнодушные по-прежнему могут присоединиться к благим делам. Вот и хоккейный клуб «Бабруйск» решил, без спорта в такие дни никуда уж нельзя. Игроки нашего полпреда в экстралиге «Б» постучались в двери к ребятам из детского дома. И, конечно, не с пустыми руками, а с настоящими новогодними сюрпризами. Чтобы праздник был у всех без исключения, продолжается марафон добрых дел. По всей стране его участники продолжают дарить праздничное настроение и, главное, заряжают им всех окружающих. Особенно тех, чьи улыбки дороже всего на свете – наших детей. Ведь они, как никто, с нетерпением ждут настоящих чудес. Исполнить все детские желания Деду Морозу помогают все желающие. От представителей городских властей и руководителей предприятия до просто неравнодушных людей. Вот и хоккейный клуб «Бобруйск» заглянул в гости к ребятам из детского социального приюта. Море улыбок, хорошее настроение и, конечно же, подарки. Ну и как же без стихотворений могло обойтись на этой доброй встрече? Кстати, вот же плаздник свадки, этот с вами Новый год. В лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. В Новый год сказка пускам не придет. Хорошей традицией уже стали приезды хоккеистов в гости к ребятам. И по признанию всех участников такие встречи просто необходимы. Ведь добрые дела наполнены любовью и душевной теплотой. Постраивать детей с праздником. И так, можно сказать, команда тоже немного сплотится. Ну, такие мероприятия полезны для всех. Кульминационным моментом доброй встречи по традиции стал хоровод вокруг главного новогоднего дерева. Взявшись за руки, хоккеисты и ребята подарили друг другу хорошее настроение. И самое главное – тепло своих сердец. С Новым годом! Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. Бобруск встретил новый 20-й год. По традиции главный концерт прошел на площади Ленина. Диджеи, художественные коллективы и сказочные герои поздравляли, веселили бобручан и гостей города. Было по-настоящему ярко и красочно. Лучшие музыкальные и танцевальные хиты звучали до 4 часов утра. Но самым ценным достижением праздника стали счастливые лица людей. В первые дни Нового года наши корреспонденты узнали, о чем мечтают местные жители и чего желают остальным. Всем здоровья, ждем, в общем-то, чтобы не болели близкие. Это самое главное. Вот так-то чудес, наверное. В чудеса верят только дети. Взрослых уже, к сожалению, нет. Я хочу, чтобы все мои близкие были здоровы. И я хочу добиться своей поставленной цели. Хочу в школу попыстрее пойти. Ничего-нибудь хорошего ждется, как всегда. Вериться лучшее. Всего хорошего, позитива, хорошего настроения. Чтобы все люди жили мирно. Особые приметы – усы и длинный хвост. В Бобруйске выбрали свой символ 2020. По счастливой случайности живет питомец года вместе со своим предшественником – свинкой по кличке Звезда. Знакомьтесь, перед вами золотой грызун по кличке Цаца. Именно этот питомец выбран в Бобруйске символом 2020-го. Живет нутрия в мини-зоопарке Зверополис. Здесь она поселилась 4 месяца назад. В одном вольере теперь уже дружелюбное животное соседствует с кроликами и другими себе подобными. Она уже у нас красивая, ручная стала. Нутрия они вообще по природе по своей достаточно дикие и животные опасливые. К рукам они не приручаются. Но у нас в зоопарке приручаются все, все ласковыми становятся. Ну и как все животные у нас в зоопарке очень любят мучную и конфету. Желатиновая конфета и печенька – это самое любимое угощение у всех животных в зоопарке. Мать родную продадут за печеньку и конфету. Наверняка вы помните и милое создание по имени Звезда. Вот такой она была в прошлом декабре. Кстати, участи ножа и вилки эта свинка избежала благодаря работникам зоопарка. Ее выкупили, когда увидели объявление. Весь год Хрюшка достойно несла звание символа 19-го. Работала не только на праздниках, но и даже становилась неоднократным победителем поросячьих забегов. Видимо, в знак благодарности. За год звезда значительно набрала веси и сейчас живет по соседству с Цацией в одном загоне с козочкой Молли и причудливым пушистиком. Это молодая курочка китайской хохлатой породы. Курочка наша очень интересная, потому что она почти с самого рождения жила с морскими свинками. И вот она не принимает в компанию ни одну курицу, потому что искренне верит, что она морская свинка. Она у нас пьет из паилки, она издает характерные звуки, которые издают морские свинки. Селекционные белки, белый мраморный лис, юнотовидные собаки и шиншиллы. В зверополисе уживаются порядка 20 видов животных. Практически каждый из них со своей трогательной историей. Например, вот эта крыса – настоящий счастливчик. Три раза подряд она попадала в террариум, но в качестве корма ее не восприняли. С тех пор питомца и прозвали Лаки. Ну а символ 2020 на протяжении всех праздничных дней будет представлен на главной елке. Принести угощение питомцу и познакомиться с другими животными также можно и по адресу Карла Марца 78. Кстати, Цаца обожает мандарины и апельсины. Мария Бересневич, Максим Галеонко. Итоги недели. На этом мы заканчиваем наш выпуск. С вами была Мария Бересневич. Увидимся в следующее воскресенье в 20.30. До встречи и счастливого Рождества! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok